Следующие 40 минут я хочу, чтобы мы вместе с вами совершили удивительное путешествие в Слово Божие. И я буду говорить сегодня как пастор к церкви, как отец семейства к своим детям. Интересно, апостол Павел говорит о том, что существует много учителей, но немного отцов. И он говорит, что я родил вас словом благовествования своего, обращаясь к церкви. И когда вы читаете то письмо, это письмо апостола Павла к Коринфянам. Вы можете видеть его отцовское сердце, которое просто раскрывается перед своими детьми. И он говорит не только на такие прекрасные, благословенные, которые всем нам нравятся темы, но он говорит также и на болезненные вопросы, касается этих вопросов и касается этих тем. И он наводит божественный взгляд или божественный порядок, опускает божественную точку зрения в различные жизненные ситуации. Друзья, скажите, о чем вы думаете, когда вы слышите имя Иуды? Обычно это имя связывают с человеком, который предал Иисуса Христа, был учеником его, предатель. Мы так думаем сразу, когда мы слышим Иуда. Стойкая ассоциация, которая словно с молоком матери передается из поколения в поколение. На протяжении истории церкви христиане не спешили называть своих сыновей именем Иуда. Да, но среди нас ходит очень много молодых и не только молодых, вообще людей, которых мы называем по имени Петр. А между тем и Петра можно было бы тоже отнести к числу тех, кто предал Иисуса Христа. Почему же такое разное отношение сложилось у людей к Петру и к Иуде? Друзья, никто из нас не застрахован от неверных решений и поступков, о которых потом приходится горько сожалеть и даже плакать. Я хочу, чтобы мы сегодня коснулись вот этой глубины сердца человеческого и посмотрели на то, каким образом мы можем найти в себе силу, даже после того, когда мы совершили какой-то ужасный поступок, даже после того, когда нас можно было бы причислить к числу предателей Христовых, найти силу остановиться, покаяться и вернуться на дорогу. Я буду говорить сегодня на тему возвращения. И я хотел бы предложить вам первый текст из Священного Писания, который записан в Евреям в 12 главе с 4 по 11 стихи. Хочу сказать, что апостол, который пишет это послание, обращается к церкви, и я представляю себе, он как будто бы отец сидит возле своих детей и говорит такие слова. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Друзья, обратите ваше внимание, вообще посыл, который здесь есть, та потенция, которая вложена именно в это слово. Он говорит как бы детям, ребята, дети мои, сражайтесь против греха. И сражайтесь настолько сильно, что даже вы можете проливать кровь, сражаясь против греха. Ваш враг – это грех. Воюйте против греха. Воюйте, сражайтесь против греха. А потом говорит следующее. И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Я не знаю, как у вас у меня трудности с пониманием этого текста. Я с детства верующий, и мне всегда трудно читать эти слова. Я умом знаю их, я могу даже наизусть их вам процитировать. Но у меня внутри моя душа каким-то образом, как будто бы не согласна с этим. Ты мне говоришь, мой папа, что ты меня будешь бить. Ты мне говоришь о том, что ты в этом, что ты меня бьешь. Ты мне говоришь, что ты меня любишь. И ты мне говоришь, что Господь любит того, кого наказывает. А нельзя как-то по-другому любить. Что это за любовь такая, Господи? Ты меня... Ну, это же Бог. Если Он ударит, то Он ударит, извините. Это не человек, который штопнул там, ой, мне больно там, и еще как-то. Бог ударит, так ты можешь оказаться в больничной палате. Бог ударит, так ты можешь оказаться бедным, нищим. Бог ударит, так ты можешь вообще быть каким-то, не знаю, внутри разрушенным, разваленным. Бог ударит, ты можешь потерять близкого, очень дорогого тебе человека. Бог ударит, кто знает, что там может быть вообще. Как это Бог бьет? Почему? Друзья, современная церковь не может принять такого Бога. Тысячи, тысячи проповедей звучат с экранов, которые говорят о том, что когда ты приходишь к Богу, Он добр. И это откликается у нас так. Он меня будет гладить. Он меня будет исцелять. Он мне будет помогать. Он меня за все простит. Это правда. Это правда. Я помню пару-несколько лет моего служения здесь в Новосибирске, 91-й, 2-й, 3-й год. Я проповедовал одну проповедь. Бог любит тебя. Приди к Нему. И моя жена периодически мне говорила, слушай, как будто ты не читаешь в Библии. Там же ведь написано, что Он огонь поедающий. Я говорю, ну это написано, но мне не поворачивается уста даже сказать огонь поедающий. Это Старый Завет. Ну это же не Новый Завет огонь поедающий. Ну что, Он будет поедать нас или что? Он любит нас. Он любит нас. Она мне говорила, ой, даст нам Бог детей. Ты поймешь, что такое любить детей. У тебя не было младших братиков и сестричек. Тебя отец наказывал или нет? Я говорю, да, там, отец. Я жил, то есть я ушел из дома рано вообще. Ну, там было пару раз в детстве. Говорю, так как в тумане вообще. Она говорит, вот-вот-вот. А меня батька наказывал. Меня батька возьмет от между ног, как шлепнет меня. Меня батька посадит, скажет, ах ты лукавая душа, признавайся, что у тебя внутри. И все говорит, я все, все расскажу. Я думаю, ай, батька, ее батька. То есть мой батька, небесный батька, любит меня и все. И знаете, вот так мало людей осталось. Церкви, которые с первых лет. Они чудом остались в церкви. Почему? Потому что, а в жизни-то они так. А в жизни-то как-то не получается так. Господи, дай мне. А он как-то не дал. Господи, дай мне такого мужа на белом коне. Принца. Такого принца мне на белом коне. Ну даже, я помню, одна сестра, она платье приготовила. Она говорит, мне Господь пообещал, мне Господь сказал, свадебное платье. Это уже позже, где-то 2000-е годы. И уже в это время, я понимал, как-то однобокой я говорю о Боге. Как-то не так я говорю. И я уже понимал, что это просто, это просто мечты сердца, выданные с таким, знаете, предисловием, так говорит Господь. Но это не было от Бога. Она так и ушла с земли в свои чуть больше 40 лет, и не выйдя замуж. И я помню этот телефонный звонок, и эту боль в сердце. Как? Как? И я понимал, что какой-то обман в голове. Обман в голове. Но когда мы беседовали с ней, там за несколько месяцев до ее ухода, она сказала, но вы же проповедовали, что Бог любит меня. Ну я же хочу замуж. Но Бог же любит меня, Он же даст мне мужа. И я ничего даже не мог сказать. Я только одно говорил. Есть воля Божия, которая превыше наших пониманий. Друзья, как это так? Любит, наказывает, бьет. У вас есть это в Библии? Бьет же всякого сына, которого принимают. Если дальше читать. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ого! О, я еще терпеть должен. Да ладно, штопьте меня разом. Я побежал дальше. Я должен терпеть. То есть еще какой-то процесс времени. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Вопрос. То есть апостол говорит о том, что он всякого своего ребенка дисциплинирует, что Бог наказывает каждого из нас. Есть ли какой сын, которого не наказывал бы отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Вот тут правда. Но после, но после, давайте скажем вместе, но после, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Я выделю несколько слов, чтобы ваше внимание сосредоточилось на них. Смотрите, не гораздо ли более должны покориться, это ключевое слово, смысл наказания в том, чтобы ты смирился и покорился. Дальше. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы. То есть есть польза в наказании. Потом следующая мысль, чтобы нам иметь участие в святости. То есть есть определенный уровень святости. И похоже, что далеко не каждый может подойти туда или иметь участие вот в этой святости, в этом присутствии Божьем. Или Бог не может так действовать в твоей судьбе, если ты не будешь очищен, если ты не будешь изменен, если ты не будешь смирен и покорен, чтобы нам иметь участие в святости Его. И еще один глагол хочу выделить, но после наученным, слышите, наученным, то есть проходя через наказание, через дисциплину, мы научаемся. Я хочу сказать несколько слов о разнице между человеческой любовью и Божией любовью, душевной и духовной. Друзья, мама не может отказать своему ребенку, потому что так сильно любит его, что просто удовлетворяет все его прихоти. Ребенок вырастает, когда становится подростком, он уже выключает маму. Они тонкие психологи, дети наши, и они смотрят на маму и на папу глазами того, что они могут дать нам, наши динозаврики, как один брат мне сказал, наши динозаврики, наши предки. Что я могу получить от них? У них своя идея в жизни, их никто по факту уже не остановит, разве только не вступится Бог и какие-то жизненные обстоятельства. В результате своей материнской неправильной душевной любви она губит своего ребенка. Я хочу задать вам пару вопросов. Скажите, а когда Иисус смотрел на фарисеев и книжников, из его ус исходили такие грубые слова, вы гробы окрашенные, вы снаружи кажущиеся красивыми, внутри вы полны мертвых костей, вы лицемеры. Скажите, он любил их в этот момент или он ненавидел их? А когда он взял бич, пришел в храм и начал опрокидывать столы покупающих и продающих, он любил в этот момент людей или он ненавидел их? А когда он Адама и Еву, Бог, вместе с Иисусом и с Духом Святым, когда Бог изгоняет Адама и Еву из Едемского сада, он любит или он ненавидит? А любил ли Отец своего блудного сына, который опозорил его, забрал часть имения? Не кажется ли вам, что как-то он странно его любил? Не пошел искать его? А ведь мог. Ведь он был своего рода патриархом в своем семействе, уважаемым человеком. Послал бы слуг и сказал бы, идите, найдите мне сына моего где-то в ту сторону. Пошел. Куда он пошел? Давайте найдем его. А он не ходил. Конечно, и Бог любил Адама и Еву, когда изгонял. И Иисус, когда говорил эти резкие слова, он тоже любил ничуть не меньше тех же фарисеев и тех же книжников. У нас нет никакого основания заподозрить Иисуса в том, что он не любил этих людей. Давайте откроем еще один текст, евреям, 6 глава. Я хочу говорить о том, что церковь имеет власть от Бога дисциплинировать людей. Так же, как родителям Бог дал власть дисциплинировать своих детей и горе родителей, которые не ставят ограничения своим детям, которые позволяют им делать все, что они захотят, и которые не говорят им стоп, и не стоят на пути, когда они идут делать беззаконие и не наставляют их. Премудрый Соломон сказал в книге притч, что настав юношу в начале пути его. Есть несколько текстов, где он также говорит о том, чтобы мы наказывали, не жалели розгу для наших детей. Это Библия, которая говорит о том, что постав ограничения, учи и дисциплинируй их. Евреям, 6 глава. Здесь я прочту только 7-й и 8-й стих. «Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которого и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы, негодна и близка к проклятию, которого конец сожжением». Апостол говорит о том, сравнивая сердца людей, что разные отношения у людей к заповедям Господним, к Божьей любви. Есть те сердца, которых можно сравнить с той землей, которая пьет многократно сходящий на нее дождь и производит добрые плоды, плоды послушания, смирения, плоды, которые показывают, что человек в действительности меняется. Есть другие реакции у людей, есть своеволие, мы слышали сегодня, есть характеры свои, есть своя правда, и человек производит тернии и волшцы. И здесь Павел говорит, что такая земля, такие люди, они близки к проклятию, конец которого сожжение. Писание дает нам четыре уровня церковной дисциплины. И я хочу перечислить их. Первое это обличение, второе это замечание, третье это отлучение. И четвертый уровень церковной дисциплины это предать сатане во измождение плоти. Очень сильное слово. И очень кратенько скажу о каждом из них. Евангелие от Матфея 18 главе Иисус обращается к окружающим его и говорит, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. То есть один на один ты стал свидетелем какого-то поступка. На твой взгляд тебе кажется, что это вопиющий поступок. Это грех, это несправедливо. Так не должно быть в церкви Божьей. Что тебе делать? Я скажу, что я встречался с разными реакциями. Чаще всего видно так, знаете, не знаю откуда это, моя хата с краю, я ничего не знаю, а я не видел ничего. А если брат обругал кого-то, матом еще что-то, или не выплатил денег своим работникам, или дома ведет себя как диктатор, или еще какие-то вещи делает, или сестра, например, грешит определенными грехами, и вы каким-то образом, потому что вы живете рядом, или вы работаете вместе, вы стали свидетелями, чаще всего люди говорят, ну, что я, кто я такая, или кто я такой, чтобы я обличал. Но Иисус сказал очень ясно, скажи этому человеку, обличи его, я должен здесь сделать одну очень существенную поправку, не все то, что тебе кажется грехом, является грехом, иногда просто то, что человек по-другому думает, или по-другому ведет, и тебе кажется, это уже грех, это уже недопустимо, иногда мы свои традиции накладываем, как будто бы это заповеди, поэтому всегда нужно убедиться, всегда нужно, может быть, даже посоветоваться с теми, кто старше в вере, с пастыром, с лидерами, со служителями, чтобы убедиться, что это действительность, и ты можешь расценить это как грех, потому что многие вещи не являются грехом, это так просто человек живет и ведет себя, но когда вдруг после того, когда ты, убедивший, что это грех, сказал этому человеку, спросил у него, это для тебя нормально, что ты ведешь себя таким образом, не мучит ли нас Писание, чтобы мы по-другому себя вели, не мучит ли нас Иисус Христос, как поступать, почему ты нарушаешь это, скажи мне, расскажи, я хотел просто сказать тебе, что это неправильно, и вдруг в ответ на это ты слышишь, как человек говорит, прости меня, я сам борюсь с этим характером, я знаю, что это у меня пережитки старой греховной природы, я сам от этого устал или устала, я не буду так, помоги мне, помолись, Библия говорит, что ты приобрел брата, это заканчивается, это беседа один на один, заканчивается молитвой, и после молитвы ты стоишь уже с этим человеком, ты за него, все небеса поворачиваются к кающемуся грешнику, он кается, он открыто, он не напускает на себя какую-то важность, он открыто говорит, как есть, ты приобрел брата, и ты, а он приобрел помощника, который вместе с ним будет молиться, и таким образом в церкви, в теле, в Божьем теле исцеление идет, и изменение, и единство приходит, ну а что если, вместо смирения, он говорит, а ты на себя-то посмотри, ты в зеркало-то заглядываешь хоть когда-нибудь, а ты-то кто такой, кто тебе дал право вообще мне указывать, вообще все это нормально, и ты чувствуешь вместо смирения агрессия, ты чувствуешь даже зло какое-то, что тебе делать, знаете, описание говорит о том, что нужно взять двух или трех свидетелей, это сказал Иисус, это даже не апостол сказал, это сказал Иисус, все, что сказал Иисус, внимание, мы всегда слышим это, это сказал Иисус, мы приняли Иисуса, это сам Иисус произнес, он сказал, возьми двух или трех свидетелей, не делай с этого никакой бучи, ничего, просто два-три человека, и постарайся к сердцу добраться до человека, может быть, его ранили до этого, может быть, он думает, что ты его враг, может быть, он просто в агрессии, это его линия поведения, но ты ему помоги, ты ему скажи, слушай, мы не против тебя, мы тоже боремся с какими-то вещами, давай вместе молиться, бороться, но давайте обозначим, что это не естествие, это неправильно, в церкви Христовой обманывать, лгать, крутить, вертеть, манипулировать, еще что-нибудь, и обычно люди останавливаются, если нет, то Иисус сказал, то есть, третий шаг, Он сказал, что ты должен сказать церкви, и если церкви не послушает, да будет Он тебе, как мытарь и язычник, то есть, отлучи его от церкви, очень сложное для понимания нашего современного человека в церкви понятие, отлучи его от церкви, за что? У нас была такая история, один брат стоял в очереди, давно это было, я не помню, цифры какие-то, давайте скажем 100 рублей, и ему не хватает 100 рублей, он поворачивается к другому, потому что рядом через человека стоял другой человек, тоже брат в церкви, говорит, слушай, дай мне 100 рублей, займи меня, я тебе отдам в церкви в воскресенье, тут говорит, да без проблем, конечно, он дает ему эту денежку, проходит одно воскресенье, другое, третье, там несколько месяцев прошло, они встречаются в церкви, общаются, видят, он ждет, что тут ему как-то отдаст, не отдаст, и как-то, ни слова об этом, потом однажды он подходит к нему и говорит, слушай, помнишь, там мы стояли когда-то в очереди вместе, а ты, наверное, забыл, он говорит, тебе что, 100 рублей надо? Он говорит, просто ты сказал, я как-то, то есть, дело не в 100 рублях, он говорит, какой ты жадный, а вообще, ох, какой скупердяй, и прямо полилось с него, и этот, и этот брат разрушен, он подходит к нам, к пастырям после церкви, и говорит, скажите, а что мне делать? Вот такая ситуация, мы говорим, слушай, ну, Иисус сказал в этом случае, он согрешил против тебя, он говорит, да мне не надо этих 100 рублей, я просто, я просто не хотел какого-то вот этого зла, я не ожидал этого всего, это в церкви как-то у нас происходит, и мы говорим, вот что сказал Иисус, возьми еще двух братьев с собой, и просто скажи, слушай, брат, дело не в деньгах, просто, ну, как-то это, мы же братья все-таки, давай хоть как-то по-братски поговорим, если нет, нет, то есть я тебя простил, и все, мы его наставили, как сказал Иисус, а тот человек, ожесточился еще больше, ах ты мне тут свидетелей привел, да вы все тут такие, вам только деньги давай, там все, и он говорит, и как понеслось, как понеслось, друзья, мы вынуждены были отлучить этого человека из церкви, догадаетесь, что он говорил, когда он ушел, когда он слышал, что его отлучили от церкви, между прочим, он потом в последний момент, где-то встретил, сказал, на тебе твои 100 рублей, подавись им, тебе мало было там, тот говорит, да дело не в деньгах, откуда зла столько, да я, я просто, и когда мы отлучили его церкви, он понес клевету, он понес клевету, в уши других, я им вернул, они все равно меня отлучили, я вернул ему эти 100 рублей, что в этой церкви, они даже, они не ценят людьми, посмотри, из-за этих 100 рублей, он там придрался ко мне, и он просто клеветал, и клеветал, и клеветал, и клеветал, вы знаете, а Библия остается Библией, Писание говорит очень ясно, что если он церкви не послушает, да будет он отлучен, я хочу здесь сделать очень важное, очень важное примечание, я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, церковь на самом деле принимает грешников, церковь это место, где все мы с вами, мы грешники, разве не так говорит Иоанн, что если кто без греха, первый брось камень, скажите, у вас поднялась бы рука, бросить камень на кого-нибудь, если бы вы услышали это слово, если кто без греха, первый брось камень, я бы не бросил, потому что тот же Иоанн говорит о том, что все мы много согрешаем, и я, и мы, все мы много согрешаем, глазами Божьими нет ни одного совершенного человека. Но здесь внимание. Есть разница между согрешающим, который шел и упал. Он встает, это так естественно, он чувствует, я вымазался, мне так неудобно, я упал. Простите, поскользнулся, упал. И апостол Петр говорит, что есть вымытые свиньи, прям так говорит, что время начаться суду с Дома Божьего. Прямо так и пишет. Потому что в Доме Божьем есть, он называет людей свиньями, есть вымытые свиньи, вычищенные свиньи, которые идут и валяются в грехах, в грязи. Помню, мы там свиньями занимались. И, то есть, вымыли, 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 вымыли. Как-то они закрыли. Выбежала. О! Через 15 минут она находит самую грязную такую лужу и просто качается в этой луже. Это для свиньи естественно. Апостол Петр говорит, посмотрите, есть такие люди. Господь их спас, очистил, изменил. Они возвращаются и снова пьют, и пьют, и пьют, и пьют, и пьют. И говорят, а что такого? Где в Библии написано, что выпить грех? Не упиваться надо. Я же не упиваюсь. Есть люди, которые продолжают грешить и делают это нормой. Вот здесь внимание. Друзья, Бог спасает кающегося грешника. Но когда у грешника кающегося вдруг оказывается позиция, и он говорит, я прав, я знаю, я прав. и он устанавливает свою правоту греховную, неверную, неправильную. Вот здесь наступает момент, когда из-за позиции, когда он узаканивает грех, Бог дает власть церкви отлучить этого человека от церкви. Я скажу вам, это всегда болезненно. Никогда не бывает просто так. Это всегда боль. Это всегда, это месяца, годы. Мы пять лет с одним человеком общались и беседовали по поводу его ереси. Набрался в интернете каких-то учений. С одним человеком мы года три, наверное, беседовали. Он верил, что нету дьявола. Он верил, что вся вера это вот здесь в разуме. Он говорит, вам вам наговорили, что вы должны верить сердцем, разум. Никакого дьявола нет. Нет. Года два назад он пришел в церковь, я пригласил его на сцену и он просил прощения. Пришел ко мне домой. Мы по факту привезли его после какого-то очередного похмелья. Мама позвонила, говорит, он умирает. Соберите. Но он говорит, называет имя пастора Виталий, Виталий. И она дозвонилась до меня и я приехал в субботу вечером, поздно вечером приехал, нашел его, привез его и он у меня дома был и на утро я привез его в церковь. И он стоял, каялся, каялся. А как покаяние? Нет. Каялся. И мы все его обнимали. Мы все его любили. И мы все говорили, возвращайся домой. Возвращайся. Ну, дьявола нет. Ты посмотри на себя. Дьявола нет. Ему что угодно придумать. Ну вот, посмотри на жизнь свою. Дьявола нет. Семья развалена. Жена бросила его. Ребенок живет без отца. Он у матери просто спивается. И он не остался в церкви. Он вернулся обратно и продолжил пить. И продолжил пить. То есть сегодняшний день мы молимся о нем. Другой человек, мы отлучили его тоже за ересь. Отлучили его, потому что тоже там там ересь другая. Что такое церковь? Церковь, Иисус Христос мой Спаситель. Все. Мой пастырь. Он мой пастырь. Все люди грешны. Не слушайте никаких пастырей. Это все человеческие динаминации, организации. Церковь, выходите на улицу и проповедуйте. Там исцеляете, там призываете, крестите в ванне или где угодно, делайте что угодно. Мы говорим, слушайте, это хаос. Это беспорядок. Этих людей потом никто не пасти не будет. Никто не спросит, когда они заболеют. Никто не придет к ним в больницу. Никто не придет на похороны. Никто в трудную минуту. Это хаос. Просто. Это Иисус создал церковь. Это же ересь. И такая ползучая ересь, такая скользкая ересь. Лет пять. Беседы, беседы, беседы. Полтора года назад мы отключили этого человека от церкви. Уже даже не столько за ересь, сколько за распространение этой ереси. Две недели назад он пришел со своей женой в воскресенье вечером. И первое, что он сказал, простите меня, простите меня, пастырь. Вот плоды моей жизни. У меня нет мира ни в сердце. У меня нету единства с женой. Жена мудрая молилась о нем все время. Я вне церкви. Я попытался найти каких-то других христиан. Это все чужие люди для меня, чужие доктрины. Это все не мое. Я разбит, я раздавлен, я хочу вернуться домой. Друзья, давайте прославим нашего Господа. Это так удивительно. Это так чудесно. Смотрите, я хочу вам привести в пример апостола Павла. Вдумайтесь только. Апостол Павел обнаруживает, слышит, что в церкви, в Каринфе есть грех. Некто имеет жену своего отца, имеет отношение с ними, как со своей женой. Апостол Павел, будучи на расстоянии, вот она власть отцовская. Иисус, когда говорил об отлучении в 18 главе Евангелия от Матфея, он тут же сказал, что я даю вам власть. Сказал церкви, сказал руководителям церкви, сказал апостолам, даю вам власть, что свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Иисус сказал сразу, после того, когда сказал, да будет он тебе язычник и мытарь. Это вот эта сложная пастырская работа, когда пастырь принимает решение, обычно мы советом пастырей принимаем решение, что мы отлучаем этого человека от церкви, со слезами на глазах, с молитвой, мы отлучаем от церкви. И как отец блудного сына, мы смотрим вдаль, чтобы он вернулся. И теперь церковь молится, Господи помилуй, и откройся ему. Ну, знаете, отлучение, этот термин в Старом Завете использовался человека поместить за стены города. Ночью дикие звери приходили, холодные ночи на востоке, днем солнце печет, жара, ночью холодно. И если человек за стеной города доживал до утра, это была мера наказания, это то же самое слово отлучения, оно описывало это, когда его просто-напросто старшие города, судьи города, старейшины города за стены города выбрасывали из-за его поведения наглого, из-за его бунта, из-за его позиции. Если он доживал до утра, и его никто не съел из диких зверей, и он, как только открывали ворота утром, он обычно прибегал, падал на колени и говорил, простите меня, я не буду себя больше так вести, я все понял. Вот этот термин отлучения он описывал до Иисуса, пока Иисус сказал, это именно такие моменты. И вот Иисус говорит, да будет он тебе, как язычник и мытарь. И смотрите, апостол Павел на расстоянии узнал об этом грехе. И он говорит, я говорю вам, извергните из среды вашей развращенного. Очень тяжелое слово. Это Коринфянам 5 глава. Извергните, то есть выставите этого человека из церкви. И там он дает несколько ясных и четких описаний, почему, в какой момент или за что человек должен быть отлучен. И там он говорит вот этот глагол, кто, называясь братом, остается. Я перечислю этих шесть названий, которые апостол Павел пишет. Блудником, корыстолюбцем, мошенником, идолопоклонником, злоречивым, то есть говорящимся зло, человеком, который клевещет или пьяницей. Шесть моментов он описывает. Злоречивый, это сквернословище. Человек преднамеренно словами своими разрушает. И он говорит, кто, называясь братом, остается таким человеком. Вот ключ. Остается, если покаялся, то здесь мы не применяем вот именно наказание такого рода. Но когда человек остается, то после этого апостол Павел говорит, что мы должны таких людей извергнуть из среды. Интересно. Но потом он также говорит. Он говорит о том, чтобы предать сатане во измождение плоти. И там же он пишет, чтобы дух был спасен в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Это очень сложно для понимания места. То есть он как бы говорит, отдайте этого человека из церкви, пусть идет в своем грехе и делает все, что хочет. Но молитесь о нем. Церковь, молитесь о нем. Чтобы его дух был спасен. Видите, любовь. Отцовская любовь. Эта любовь была выражена в этой притче, которую сказал Иисус. Я закончу этой притчей сейчас. Потому что моя тема называется возвращение. И я говорю о церковной дисциплине. Но мой акцент на возвращении. Иисус был среди грешников, переступая все понимания фарисеев и книжников. Он рассказал в 15 главе Евангелия от Луки три истории. Он рассказал о потерянной овце. Добрый пастырь оставляет 99 и идет и ищет ее. Он рассказал также о потерянной драхме. И женщина, у нее 10 таких монет, она берет эту драхму, драхму, ищет, находит. И столько радости у нее. И потом он добирается до самой сути. И рассказывает большую историю о человеке, у которого было два сына. И младший подошел и сказал, отче, дай мне следующую, мне часть имения. Отец разделил имение и отдал эту часть младшему. Написано, что по прошествии многих дней младший сын собрал все это, пошел в дальнюю сторону и там расточил все, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. Полная безработица. Нету места, где жить. Нет никаких денег. Полный кризис. И в этом состоянии он наконец-то нашел работу. Его взяли, чтобы он пас свиней. Он пасет их, смотрит, там они едят рожки какие-то. Он хотел бы поесть. Ему никто не давал. Более того, рожки были неудобоваримые для человеческого желудка. Он понимал, что он не может их есть. Он не переварит желудок. Его не сможет переварить. Он сидит здесь. Голодный, заросший, нигде жить. Работает у язычников. И он приходит в себя постепенно. Он приходит в себя и думает таким образом. Я потерял все. Я потерял все новство. Я потерял то благословение, которое было у меня в доме. Я давно уже потерял. Я гулял. Я расточил. Я жил, как я хотел. Я делал все, что я хотел. Но вот теперь, что мне делать? У меня смерть, голодная смерть передо мной. Я могу умереть просто. Я вернусь к отцу моему. У него даже там рабы те намного лучше едят. Я уже не сыном буду. Я буду просто одним из слуг. Я просто вернусь. Мне некуда идти. Я вернусь. Друзья, голодный желудок толкает его на то, чтобы он пришел обратно. И вот он идет. Каким-то образом отец непонятно каким он высматривает и смотрит и видит его там далеко на горизонте идет силуэт какой-то. Он узнает, что это походка сына, что это он. И он бежит. Пошелой мужчина. В те годы они такие платья носили, они не бегали. Он должен был поднять свое платье сюда. Он должен был просто бежать. Может быть, впервые кто-то из слуг увидел его ноги незагоревшие. Он бежал, просто бежал навстречу к этому сыну. Когда он встретился с ним, он обнял его. Сын там речь заготовил. Я недостоин. Отец даже не дал ему эту речь сказать. Он обнял его. Тут же попросил услуг. Они принесли ему одежду. Он дал ему перстень на руку и обувь на ноги. И сказал, этот сын был мертв, но воскрес, пропадал и нашелся. Я хочу, чтобы вы обратили ваше внимание на то, что по законам той страны, жители того города, если бы он появлялся, этот сын, который растратил имение и наследство отца с язычниками, должен был умереть. Они должны были его, уже независимо от отца, должны были его побить камнями. Но отец опередил этот суд. Отец не позволил умереть. Отец до того, как жители вышли, отец уже обнимал его. Отец уже одевал его. Отец уже давал ему перстень и говорил, войди, приди. Вот что такое отцовская настоящая любовь. Друзья, я хочу говорить к сердцу каждому, кто чувствует, что как будто бы с вами не так поступили, как будто бы вас не уважили, так как нужно. Так гордость говорит на самом деле. Ой, со мной так обошлись. Ой, меня так не оценили. Друзья, сегодня этот голос отца и бегущий навстречу отец. Это выражение сердца нашего Бога. Я так хотел бы, чтобы мы, как церковь, молились о тех, кого дьявол увел, чтобы мы, как церковь, подняли свой голос и стали перед Богом и говорили, Господи, всех, кого грех окутал, всех, кто не справился, не смирился, а в гордости надмене своем продолжил грешить, занял позицию определенную. Господи, Ты знаешь, как их обанкротить. Ты знаешь. Знаете, у сына, он, может быть, даже не понимал, что он сделал до конца. Как сильно он опозорил отца. Как много боли причинил. Как разбил сердце отцовское. Но он шел в сторону отца. И вот это мое слово. Идите в сторону церкви. Идите в сторону небесного отца. Потому что вне холодно, вне церкви можно замерзнуть. Можно погибнуть. Дьявол может обмануть и увезти. Есть разница, друзья, между потерянной овцой и заблудшим сыном или блудным сыном. И эта разница, она очевидна. Потерянная овца, она потерялась. Она овца. Она потерялась. У нее нет никакой позиции. Она просто увлеклась. Она просто была слишком любопытная. И когда все ста дошло, возвращаясь домой вечером, она там увлеклась чем-то. Она отстала. Она просто потерялась. Она рада было бы вернуться домой. К пастору своему. Но она не может. Она не знает. И вдобавок еще куда-то в яму куда-то упало. Какие-то заросли. Пастор добрый. Оставляет 99. Когда все на месте, он пересчитал одно нет. Вот почему важно быть в церкви. Братья и сестры, держитесь в церкви. Я рассказывал вам, наверное, уже раньше, как я стоял на остановке, еще будучи подростком, и как одна женщина кормила голубей и хлеб бросала. Такой кусочек большой был. И один голубь взял этот кусочек и так в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Так увлекся. Не хотел с кем делиться, видимо. И прямо во мгновение ока с куста выбежала кошка и схватила этого голубя и потащила это. Все просто ахнули прямо во мгновение ока. Она схватила его и просто унесла. И у меня такая ясная мысль пришла. Так бывает с теми людьми, которые отделяются, отделяются. Вот мое слово. Не уходите из церкви. Не отделяйтесь от церкви. Оставайтесь в церкви Божьей. Церковь переживет все гонения, все трудности. В церкви Божьей есть Господь. Кровь Иисуса Христа очищает нас, когда мы имеем общение друг с другом. Вот здесь кровь Иисуса действует. К овце вернемся. Потерянная овца рада бы вернуться в церковь. Она не знает. Она не знает дорогу. И за ночь, если пастор всю ночь искал ее и наутро нашел ее там где-то в этих зарослях и уставший, изнемогший, не спал всю ночь. Пастух спускается туда вниз после этих колючек, потому что там слышит влияние овцы. Она уже может быть лежит даже, там сил у нее нету. Без надежды. Когда он добирается до нее, это несчастное животное может даже убегать, бояться. Она становится чуть-чуть дикой за это время. Но когда он берет ее на руки, она расслабляется, чувствуя, что она в руках у пастыря. Он берет ее и возвращает ее обратно в стадо, перевязывает ее раны. Это заблудшая овца. Но блудный сын, у него есть позиция, у него есть намерение, у него есть мысли, у него есть план, и он идет. Иуда и Петр, у Петра не было желания предавать Иисуса. Он даже допускал, что ученики все могут предать его, только не он. Он говорил, если они предадут тебя, я нет. Но в ту ночь, испугавшись до смерти, он клялся и божился, что не знает Господа Иисуса. А Иуда, а Иуда накануне, пошел и торговался. Сколько вы дадите мне? Я покажу вам его. Сколько? 30 серебряников? Договорились. По рукам. Я придам вам его. Я поцелую его. Вы, может быть, не поймете среди ночи. Я подойду, обниму и поцелую его. Кого я поцелую? Это Иисус. Его берите. Вы чувствуете разницу? Позиция. Я боюсь позиции. Я убегаю от всякой позиции гордости и надменя. Я боюсь даже на горизонте это иметь. Я говорю, Господи, очисти меня, измени меня. Я не хочу быть Иодой. Мы не называем наших сыновей Иодами, хотя Петр тоже предал. Вот она разница между заблудшей овцой и между блудным сыном. Но и блудные сыновья возвращаются домой. По молитве церкви, по молитве и сердце отца блудных сыновей не убивают, хотя блудный сын должен был быть убит, если бы жители вышли первыми. Отец бежит и принимает, одевает его и этим защищает и дает ему второй шанс и снова жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok